Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Мелец, с вами Сергей. Сегодня покажу несколько полезных советов и хитростей, которые, я думаю, для многих будут полезны. Ну а что из этого у нас получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра! Поехали! Друзья, бывают случаи, когда требуется накрутить гайку на длинную шпильку. Кто-то таким способом закручивает, можно так, но все это получается очень долго. Если у нас шпилька нигде не закреплена, то есть более быстрый способ. Берем шуруповерт, крепим шпильку в шуруповерте и таким способом закручиваем нашу гайку. Этот способ хорош, когда шпилька у нас нигде не закреплена. Но бывают случаи, когда шпилька закреплена и уже рукой тоже тяжело подлезть, я использую другой способ. Сейчас покажу. Нам понадобится сверло и кусочек поролона. Поролон крепим на сверло вот таким способом. И теперь здесь фиксируем либо скотчем, либо изолентой. Все, вставляем шуруповерт. И теперь закручиваем гайку. Как видим, получается очень быстро. Способ рабочий. Для следующей самоделки нам понадобится вот такая пластиковая бутылка. Как говорится, куда без них. И первым делом нужно просверлить два отверстия. В донышке и в крышке. Затем понадобится вот такой шланг от гидроуровня. И нужно будет отрезать два отрезка. Первый отрезок делаю более короткий. И второй нужно подлиньше. Какая длина, вы уже каждый для себя решите. Когда посмотрите эту самоделку. Я для себя отрезал где-то приблизительно метр. Теперь более короткий шланг мы вставляем в пробочку. Нужно, чтобы трубочка немного торчала. Ну а второй шланг мы вставляем в нашу бутылку. Далеко не надо. В принципе, вот так хватит. Все. И сейчас все это нужно проклеить термоклеем. Итак, клей высох. И я прикрутил пробку к нашей бутылке. Все. Можно теперь пробовать нашу самоделочку в работе. В итоге у нас получилась вот такая самоделка для перелива жидкости из одной емкости в другую. Не нахлебавшись самой жидкостью. Сейчас я покажу, как она работает. Длинный шланг мы вставляем в ту емкость, откуда будем забирать, к примеру, воду. Нажимаем на нашу бутылку. Зажимаем шланг короткий. Отпускаем. Все. Вода потекла. И таким способом мы можем переливать всю воду. Следующий совет касается струбцины. Я думаю, у многих они есть. И все знают, что они работают на сжатии. Но также данная струбцина может выполнять и другую функцию. Как мы видим, здесь есть винт. И мы его откручиваем. Снимаем губку и ставим на противоположную сторону. Вот таким способом. И закручиваем наш винт. Все. Теперь наша струбцина работает на разжатии. Да, заядлые мастера, конечно, все это знают. Но, возможно, молодым мастерам будет это на заметку. Также при помощи струбцины можно чертить окружность. Забиваем гвоздик, либо вкручиваем саморез. И вот таким способом чертим окружность. Бывают случаи, когда во время ремонта не хватает одного дюбеля. Ехать в магазин уже поздно или, допустим, далеко. Вот в этом случае я покажу, как можно сделать дюбель самому своими руками. У нас есть готовые отверстия. И заливаем его термоклеем. Затем берем наш болт. Смазываем его маслом. И вставляем в наше отверстие. По центру. И ждем высыхания клея. После высыхания клея наш винт можно выкрутить. Из-за того, что мы его смазали маслом, он не прилип к клею и свободно выкручивается. После того, как выкрутили, лишнюю часть можно срезать ножом. Да, конечно, некоторые скажут, возможно, это можно вырвать. Вырвать можно, конечно, если мы будем использовать, к примеру, гвоздодер. Гвоздодер или, не знаю, здоровые-здоровые кусачки какими-то выдергивать. А так очень-очень крепко получается. Так что, друзья, берите на заметку. Бывают случаи, когда нам нужно сверлить огромное количество отверстий на одинаковой глубине. В этом случае мы берем сверло и изоленту. Наматываем изоленту на ту глубину, на которую нам требуется. Делаем несколько витков. И обрезаем. Все, теперь можем спокойно сверлить. И все отверстия получаются на одинаковой глубине. Друзья, ну а теперь лайфхак для ленивых. Я думаю, многие пользуются вот такими красками. И здесь даже в инструкции написано, прежде чем красить, нужно встряхивать в течение 2-3 минут. И чтобы это дело проходило быстрее, для этого нам понадобится вот такой хомут. Берем, одеваем его на нашу краску. Затягиваем немножечко хомут. И хомут устанавливаем в наш шуруповерт. Ставим на первую скорость. Вторая скорость не нужна быстро. И таким способом перемешиваем. В одну сторону, потом в другую. Вот такой вот лайфхак для ленивых. Друзья, вот такое коротенькое видео сегодня получилось. Поделитесь в комментариях, понравились вам идеи, не понравились. Какая идея вам понравилась больше всего. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.